Часть агрария сегодня в поле, выдался поглужий день и терять его жалко. Сегодня полеводов ориентируют на раздельную уборку. Это освободит от затрат на сушку и поможет заложить качественные семена. И основная задача, которая стоит, это уборка хлеба до 1 октября. Привезти ее нужно с качественными, а с наименьшими потерями. Представители науки рекомендуют скорее выводить в поле технику. Осень, скорее всего, будет ранней, и те же зерновые нужно убрать в первую очередь. Опытный агроном Петр Иско напомнил, что на основе данных агрохимобследования в районе есть дефицит нитратного азота и серы, а это влияет на качество урожая. Необходим баланс питательных веществ. Важно выдерживать пропорции и при севе технических культур. По рапсу хотел вам сказать. Помните, я вам 4 года назад говорил, ребята, шибко не увлекайтесь. Максимум 15%. Больше нельзя. Мы заклебнемся в убедителях. То, что произошло в 2019 году. Но сейчас сельхозтоваропроизводители больше всего волнуют цена на зерно. Поэтому в конференции участвуют и представители элеваторов и мелькомбината. Сейчас хотим послушать их предложения по сушке зерна, по хранению зерна, по подработке зерна, ну и, конечно, по приобретению. Поэтому это важная задача. Почему? Потому что к чему настраиваться, на что ориентироваться, на какие цены. Состояло знакомство районных аграриев и с представителями Всероссийской объединенной зерновой компании. Она от имени государства занимается экспортом зерна. В ее планах Кеми Сибири постоянное представительство. Мы ориентированы на такую конкретную работу в регионах. В данном случае очень серьезно для нас важен сегодня сибирский регион. Налаять комфортную логистику. В том числе отправлять зерно в Новороссийский порт. Там стоимость пшеницы свыше 11 тысяч рублей за тонну. Цена привлекательна, если бы не серьезные транспортные расходы. Продолжение следует...